Аплодисменты 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 И поэтому я искал сотрудничество именно с РЕН-ТВ С такой телевизионной компанией, которая себя не теряет Для которой не столь важен рейтинг, сколь уважение Рейтинг уважения — это понятия разные Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением И мне, честно говоря, рейтинг по барабану Но чтобы такой вечер еще раз прошел со взаимопониманием Несколько просят Если есть в зале цветы, хотя я так нагло говорю Вообще, может, их и нет Но если есть, я прошу, давайте потом Заслужу подарить И не надо мне к ногам вот сюда Репетицию похорон устраивать Я вас прошу Мне однажды русская женщина в Иркутске подарила цветы Вы знаете, я потом выступать не мог Потому что вот русская любовь, она опасна Знаете, я выступаю иногда в провинциальных городах А там, в глубинках, в провинциальных городах Живут за кулисами кошки, крысы И они вдруг на сцену выходят А им интересно, чего люди смеются И, конечно, никто уже меня не слушает в этот момент Поэтому, когда эта девушка с длинными розами В начале концерта стояла вот так перед авансценой И невозможно начать концерт, потому что все смотрят на нее Я понимаю, надо подойти и взять цветы И я подхожу, беру Вот этого момента я не забуду Она говорит, я вас так люблю И как сожмет мои руки вокруг, раз Я весь концерт помнил о ней И еще пару дней после этого Я хочу начать с фильетона Выступление, которое написано было буквально два дня назад Все смешалось в нашем земном доме Все смешалось, все перепуталось Война называется миротворческой операцией Военные миротворцами Мирно стреляют Мирно убивают У них танки мирные Очень мирные мины Мирные атомные бомбы В борьбе за мир Американские миротворцы уже несколько стран разнесли в лохмотье Демократия стала предметом экспорта И обладевает миром под лозунгом Кто против демократии расстрел? Молодцы, вы реагируете Не все, конечно, но часть реагирует на очень тонкие какие-то моменты Земля просто превратилась в сумасшедший дом вселенной На самой популярной долларовой банкноте написано Мы тебе, Господи, доверяем Я правда хочу обратить внимание людей Вот на некоторые моменты нашей всепланетной жизни На Нобелевскую премию Выдвигают за изобретение Виагры В Китае капитализм под руководством коммунистической партии А Украина посылает гуманитарную помощь в Ирак Америки Цыгане, цыгане И те поняли, что лошадей воровать нынче бесприбыльно Стали хакерами Цыгане-хакеры Это мощно Голливудские актеры становятся буддистами Мадонна увлеклась кабалой Это все равно, что Бен Ладен начнет танцевать в Лебедином озере В Эстонии появились эстонские киллеры Самые надежные киллеры в мире От их рук все погибают Некоторые даже своей смертью Все перепуталось, все смешалось Лучшие гонщики в формуле 1 Фины Видимо, они просто не успевают вовремя тормозить Но больше всего все перемешалось и спуталось в России Где нефть дорожает, народ беднеет Где диетологи толстые Косметологи в прыщах А главный демократ КГБист Где политикой занялись бывшие зав. лабораториями Экономикой занялись юристы Ощущение, что они страной не руководят, а ее приговаривают Только они могли продать бывшие государственные заводы иностранным инвесторам так, что остались этим инвесторам должны Юмористы пошли в политику Потому что политики заняли место юмористов Цитируют политиков в наше время, а не юмористов Армия стала опасна только во время маневров Причем для тех особенно, кто живет внутри страны Напасть эта армия ни на кого не может Потому что, чтобы напасть, надо бежать А у нас скорее увидишь хряка в балетной пачке, чем бегущего генерала Офицеры стали толще борцов с умом Президент ордена им не прикрепляет, а кладет на живот Вот так вот, они сами держатся там Все перевернулось, все Кофе без кофеина, пиво без алкогольное Депутаты без образования Интеллигенция превратилась в тусовку Нищие богаче тех, кто подает им милостыни Поэты торгуют Девушки мечтают о фигурах моделей циркули Наташке стали Натали Вальке Валерии Ленке Хелены Юрке Джорджами Федьке Фредами Петьке Питерами Бизнесмены открывают бутики своим женам Которые называются бизнес-леди При этом путают доход с прибылью Ну, есть грамотные люди, очень понимаю А на поздравления с Пасхой Христос Воскресе отвечают Вау! Рилы! Артисты и те ринулись в бизнес А эстрадная поп-дива, секреты рассказываю Никому не передавайте Эстрадная поп-дива купила яйцеферму у балетного танцора Потому что эта яйцеферма мешала ему танцевать Все, все Плюс с минусом поменялись местами просто Дети в школах учатся прятаться от ядерного взрыва между партами В детских садах на ночь остается воспитательница Чтобы на случай, если появятся террористы, она их прогнала Ей разрешено шваброй пользоваться для этого, да Или позвонить по телефону в отделении милиции Но телефон заперт у директора А директор забрал ключи Поэтому она должна попросить террористов, чтобы они подождали Пока она съездит Директору заключали Теленовости вообще притупили чувство страха у людей Если где-то что-то горит или стреляют, народ уже не разбегается Наоборот, стягиваются посмотреть Взорвется или нет то, что рядом с ним, вот здесь вот Сообщения о заложенной бомбе в ресторане не пугают даже посетителей На просьбу немедленно покинуть ресторан Они спокойно отвечают Сейчас доедим и уйдем Гаишники Гаишники помогают легализовать ворованные автомобили Милиции крышуют бандитам Никого уже не удивляют новости Вчера на стрелке произошла разборка между Солнцевской группировкой и местным отделением милиции Они не поделили территорию, кто где продает наркотики Природа, природа и та взбесилась Гольфстрим уже не понимает, куда ему течь Дикие утки не улетают на юг В развалочку топчутся по помойкам Какая странная реакция там возникла Они живут рядом с помойкой, судя по всему, где утки топчутся Коты орут круглый год Это у меня под окном, поэтому я знаю, о чем пишу Отопление чинят зимой Снегоуборочные комбайны готовы к работе только летом Интернет в провинции заменил театр кино и горячую воду вместе На сигаретах пишут «Курить вредно для здоровья» Моль питается средством от моли Спонсор спортивных соревнований — пиво Воду с приятным запахом называют туалетной А любимый народный русский праздник — Старый Новый Год Это никому объяснить невозможно в мире Я 13 января был в Швейцарии Наши праздновали Старый Новый Год Так праздновали, что официант у меня потихоньку спрашивает Так на ушко, мол, что сегодня празднуют русские? А я-то наивняк ему перевел Элд Ньюи У него глаза были человеку, у которого два пальца в розетку попали Все перевернулось с ног на голову Главными целителями стали экстрасенсы У которых от переработок уже появились синяки под третьим глазом Врачи учатся лечить на мертвых, лечат живых От головной боли множество таблеток, но от этих таблеток портится печень Для печени рекомендуются другие таблетки, но от них отнимаются почки Начинается покраснение, сыпь удушья, сонливость и рвота одновременно Слава богу, в редких случаях летальный исход Чтобы нейтрализовать действие этих таблеток, необходимы уколы Но от них не имеет часть мозга Которую успешно вырезает хирург, но только после того, как больного посетит священник Женщины потянулись в футбол, в хоккей, в бокс Инь и янь поменялись местами В автобусе карманный вор залез к женщине в сумочку Она его схватила за руку, скрутила, отобрала паспорт, деньги и на руках отнесла в милицию Власть успешно борется только с пенсионерами Церковь заключает договоры со страховыми компаниями Чтоб те не страховали неосвященные автомобили без подписи батюшки Епископы целуются с чиновниками, как секретари обкомов Ни одна крутая презентация уже не обходится без крутого священника Уже конкурсы красавиц проходят вместе с церковными представителями В жюри конкурса красавиц священники сидят в некоторых городах Да, причем такие не просто конкурс красавица, а там мисс нога Епископ сидит, ноги контролирует От имени церкви Патриарх в благодарность за таможенные льготы На презентации каких-то очередных останков чуть не поцеловал президенту руку Хорошо президент вовремя ее отдернул Вспомнил, что все должно быть наоборот Народ понял, что приличную зарплату от правительства он все равно не дождется Потянулся в церковь за Божий благодать И теперь, молясь, выпрашивают у Господа хорошие проценты в банке При этом крестятся мобильными телефонами Бандиты Вот следующей фразой я горжусь, произношу медленно Бандиты стали настолько верующими, что стараются замочить своих врагов до прощенного воскресенья Олигархи начали строить собственные храмы на собственных участках рядом с дачами Решили обустроить свою загробную жизнь Литургии в форме долби Молитвы элитные Освещение векселей на Вип-алтаре Маршрут крестного хода заказывает сам клиент Прямо по участку Цитаты из Библии уже появились на рекламах В поликлинике Возлюби врача своего А как вам нравится бы бубном? Каждой твари О, молодцы, даже договаривать не надо На крещение, на крещение В очереди за святой водой с утра давкой желающих опохмелиться Ругань с утра Куда ты лезешь? Козел, сам козел Я за святой водой Ты свою рожу видел когда-нибудь? Какая святая вода? Тебе рассол нужен Причем освещенный Все научились каяться После того, как изменил жене Обворовал соседа Заказал начальника Прости меня, Господи Что я в пост съел два перепелиных яичка А это все мы Единственное, что осталось логичным Это наша российская символика Особенно символ главной российской политической партии Единая Россия Медведь Удивительно точный символ Летом разоряет улья, птичьи гнезда В цирке катается на мотоцикле и танцует барыню А главное полгода спит и сосет собственную лапу В остальном В остальном законы логики нарушились У земли матушки поднялась температура Но даже это всепланетное потепление Обернулось в Россию Удивительно снежной и морозной весной Которая припорошила и украсила Наше мутное время до самого лета Вообще, сейчас я хочу поговорить про чиновников Поэтому я попрошу Если в зале есть чиновники, вы не обижайтесь Ладно? Потому что так, порознь, вы нормальные ребята Но когда все вместе, какая-то всероссийская вечная беда Я считаю, что вот партия Единая Россия Она очень правильно проводила предвыборную кампанию Мне пришлось однажды ехать на метро Пробка была И я не пожалел Их наклейки Единая Россия Были развешаны на дверях в метро А сразу под ними не прислонятся Но вообще Я вам должен сказать, что Вот продолжая тему наших чиновников Вы знаете, что чиновники из партии Единая Россия У них сейчас новая Они У них инициатива такая По их инициативе сейчас выходит книга Россия, родина Путина Странно, почему-то вот эта часть зала реагирует А здесь чиновников больше, что ли? Я даже не понимаю А здесь как-то то ли молодежь больше У них сейчас много инициатив Они по-новому прощаются друг с другом сейчас Члены партии Единая Россия Они при расставании говорят Да поможет вам Путин У них полное ощущение, что это Господь Бог Путин Он отслеживает все Но они действительно, слушайте Они всерьез вывешивают его портреты Лозунги везде В Москве Вы попробуйте вот так посмотреть наверх На многих домах изречение Путина Групными буквами Посреди Москвы Напротив Думы Какое точное выражение Путина Мы должны сделать Россию Точное, но несколько неправильное Потому что они уже сделали Россию Вы посмотрите вот с моей логикой Отнеситесь к тому, что сейчас происходит Ни одного рабочего места Новая власть не создала Ни одного Экономика только держится на цене на нефть Они только одним занимаются Переставляют чиновников местами Все Но от перестановки чиновников местами Сумма взяток не меняется Потому что рожденный брать давать не может Не надо заблуждаться И у нас вся внешняя политика проиграна Даже Украину проиграли Кстати, вы знаете, что после того, как Ющенко победил на Украине В России на следующих выборах победит Кащенко Виновники убийств ни одного не найдены Терактов Война продолжается Я понимаю, что легче бороться со мной цензурой Нежели с Басаевым А еще легче со стариками нашими бороться Это после того, что произошло с пенсионерами Очень многие разочаровались Рейтинг остался, а уважение упало Я считаю, что надо Путину, президенту нашему Ввести монетизацию льгот его Пускай утром идет в ЖЭК Получает талоны на бензин А Грызлов Пускай ему попытается объяснить, что ему это выгодно А РЕН-ТВ Пускай это покажет Они пускай посмотрят, как народ над ними смеется И пускай Грызлов Может, хоть раз я увижу выражение лица у Грызлова на лице Человек абсолютно без выражения Там Потасовка Жириновский в куче малу собрал Говорит, господа Перестаньте, пожалуйста Какие господа Посмотри на них Я обожаю, когда люди над ними смеются Обожаю Потому что это единственное, что нам осталось Простите, отвлекусь Но это будет очень точный рассказ О том, чем они занимаются Мне рассказал это губернатор Я не буду говорить, кто Один из губернаторов Ну, чтобы не подводить Да и это не имеет никакого значения Ельцин в августе месяце В жару поехал отдыхать со своей женой Ну, уже в наше время На озеро И говорит ФСБшникам Мол, моя жена ни разу рыбу не ловила Давай Поняли? Вот теперь я чуть-чуть потяну время Чтобы Чтобы Ну Чтобы В предощущении Того вот удовольствия Которое вы сейчас получите В августе месяце В самую жару Жена Бориса Николаевича Из озера Выловила два замороженных карпа Вот это ФСБ умеет делать Это у них хорошо получается Причем карпы такие Вот знаете, кривые Никогда не думал, что карпа изображать Воду замороженного на сайте А Ельцин разозлился Говорит Почему они кривые? Он не замороженные спросил Почему кривые? А ФСБ Они ребят на ходчих Говорят За поворотом ловили Это Но я думаю Знаете Вот почему Упало еще очень сильно Градус уважения Упал к власти Я считаю Последнее время Это из-за праздников новогодних 15 дней праздников Вот Я горжусь нашим народом Впервые За тысячу лет Чиновники Наконец Довели наш народ До того Что он захотел работать Пьяные мужики С похмелья Уже седьмого Потянулись К офисам Молы Работать хочу Открой дверь У меня бабок Не хватает А похмеляться Уже Это у этих Хватает денег У чиновников Они В Африку На охоту В Швейцарию В Африке Мне про наших чиновников Рассказывали Знаете кто? Племена Масаев Вы представляете Слава наших чиновников Докатилась До доисторических Племен практически Но вообще У Масаев Я узнал одну поговорку Это точно О наших чиновниках Когда стадо баранов Разворачивается Идет в обратную сторону Возглавляют шествие Хромые бараны Вы поняли Почему у нас Такие неурядицы Потому что у нас Мы все время разворачиваемся У нас нормальные бараны Не успевают Выйти вперед У нас все время Хромые впереди Вообще Я вам должен сказать Что о чиновниках Писано много И нашими классиками Вы знаете что О чиновниках Сказал Пушкин А у него эту главу Вырезали еще в то время Бенкиндор вырезал Из Евгения Онегина Вырезана глава В которой есть слова Чином от ума избавлен Александр Сергеевич Пушкин Гилеровский В России две напасти Внизу власть тьмы Наверху тьма власти Монтеские Будь добр с людьми Которых ты встречаешь По пути наверх Потому что ты встретишься с ними Когда будешь спускаться Лев Толстой Грандиозное выражение Не вызывает столько смех Сколько какую-то Ну вот ассоциацию Вызывает правильную 1898 год Лев Толстой Дневники Приехал в Москву Огни и роскошь Грязь и нищета Собрались злодеи Ограбили народ Набрали солдат Чтобы охраняли их оргию И пируют Лев Толстой Дневники Для России Единственное лекарство От водки Это пиво Салтыков щедрин За наш рубль И сейчас ничего не дают А скоро будут давать в морду Я начал рассказывать Про Африку Про Масаев Так у Масаев Просто легенды Как на охоту Ездят наши чиновники Значит там Вообще среди охотников Считается Самым большим достижением Мирового уровня Это собрать Большую пятерку в Африке То есть убить Слона Буфало Носорога Льва И гепарда Раньше Большой пятеркой Считался Байрон Шекспир Мольер Ну сейчас Времена изменились Естественно И вот Например Один немец Не мог за всю жизнь Собрать эту пятерку И он никак слона Не мог убить Причем одного и того же И этого слона И этого слона Масаи Граблями сгоняли ему Все время Он им Бабки А они граблями слона Подгоняли И этот немец Уже Сдряхлый был Он всю жизнь этим занимался И он все время Не туда слону попадал И наконец Он последний раз Приехал Слон его увидел Лег и умер Все Он сказал Все Я не могу Говорить А наш чиновник Ну то что мне рассказали Я вам перескажу Только простите Там одно слово будет Она не то что нецензурная Не то что пошла Нет Она просто противная Наш чиновник Из мэрии Москвы Не имеет значения кто Главное сюжет Он приехал Ну а наши ведь Напьются обязательно На охоте И он С вышки Куда его подняли С его ружьем А ружье такое С бриллиантовой мушкой Все в золоте Миллионы три долларов Стоит Готовы? Готовы? И он Обливал зебру Вам смешно? А мне зебру то Жалко Друзья мои Ой бедная Смотрит Думает Лучше б тебя Меня убил Вообще Это же За что Ты меня так У нас же Охотники уникальные Я сам не охотник Мне не нравится это Но я бывал На охоте И сделал вывоз Что только наш охотник Может так напиться Что Придаться Умилению Глядя на бегущего На него кабана И начать Кормить с рук Его Я видел Как кабан Аж сел От удивления Когда это увидел Я считаю Что доконает Уважение К нашим чиновникам Наших людей Знаете что? Западная реформа Которая сейчас вводится В отношении образования Литература Тестируется теперь Как на западе На компьютерах Тестируются ученики Причем вопросы Вы сейчас получите удовольствие Вопрос по литературе Чем от Элла Душил Дездемона И ответы Платок Носок Там я не знаю Тряпка Представляете Это страна В которой были Пушкин Толстой Лермонтов Компьютер проверяет Знания по Толстому Конечная станция Следования поезда Под которой бросилась Анна Каренина Еще бы задали вопрос Под которой Вагон бросилась Анна Каренина Ну и Самый гениальный вопрос По Гоголю Я очень люблю Гоголя Поэтому Для меня это Особенно трогательно На какой руке Болел Большой палец У Добчинского Это 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 все К чему свелось Знание Гоголя Что ли Но Вопрос запомнили На какой руке Болел Большой палец У Добчинского Ответа Три Спросите Какие На правой На левой И Дррр Уже Уже Часть нашей Молодежи Загнали И до этой Реформы В формат Западного мышления Я во Владивостоке У нескольких Молодых людей Спросил Кто такой Лозо Мне они все ответили Это поселок Под Владивостоком Что в сочинениях пишут Как кроссворды гадают Два молодых человека Сидят при мне в ресторане Гадают Кроссворд Знаете теперь кроссворды С фотографиями Не с фотографией С портретом И там портрет Моцарта Чуть не сказал Фотография Моцарта Тоже хорошая И они говорят Кто это Тот говорит Это укупник А вторая говорит Ну ты чего В самом деле Какой укупник Это же семь букв Он говорит Ну значит Агутин И пишут Агутин И у них еще Сходится Это все Боже мой Друзья мои Что пишут В сочинениях Гоголь Родился на Украине Под Ленинградом В наше время Даже последний Двоечник Не мог такого Написать Онегин и Ленский Поехали в деревню Проводить кастинг Среди сестер Лариных А это какая Грустная фраза Я не могу читать Герасим Утопил Каштанку А ведь инструкции Уже Переведены С английского И уже Пришли в школы Наши Читаю Попытайтесь понять В учительских Уже развешены Осуществлять Образовательную Деятельную Деятельность На основе Реализации Системы Образовательных Программ С учетом Концепции О непрерывности Образования Увеличивающей Мотивацию Обучения Ориентирующему На дальнейший Выбор Профессии Учитывая Приоритет Личности Ребенка И наши Всерьез Будут этим Заниматься И наш Министр Всерьез Думает Он делает Какое-то Хорошее Дело И так-то Голливуд Уже стал Нашим Воспитателем Посмотрите Висят Афиши Фильма Алеша Попович В скобках Героический Блокбаст Парень Молодой Пришел В книжный Магазин При мне Спросил Дайте Книжку Бизнес Крокодила Гены Еще один Попросил Книжку Кто Сказал Вау Вместо Мяу Это я Расшифровываю А что В библиотеках Спрашивают Боже мой Булгакова Дайте Мастер По Маргаринам Лермонтова Попросил Песни Говорит Мы сейчас Эту песню Проходим О купце Ну Которого Калашников Был Автомат Имеет ввиду Калашников Еще кто-то Пришел Попросил Бестселлер Островского В библиотеке Бестселлер Островского Беспредельница Это знаете Скоро уже Будут спрашивать Кулинарный Бестселлер Корейской Кухни Собачье сердце А еще Один пришел Говорит Мы в библиотеке Мои знакомые Библиотекарь Мы проходим Роман Чернышевского Этот вот Ну Как дела Хорошо не спросил How are you Я абсолютно уверен Что западная реформа Для образования Российской молодежи Это знаете Это перетянутый Шланг Проволокой А шланг С живой водой Но Объяснить это Никому невозможно Еще же Попса Стала воспитателем Нашей молодежи Я сейчас Знаете Где молодые люди Некоторые называют Уже Цветаеву Крутой текстовичкой Ну это молодые люди Которые смотрят Вот эти Фабрику звезд И их выкидышей Что эти выкидыши Поют Если Это вдуматься Новые Я всегда Во всех концертах Привожу примеры Новые приведу Цитата Из песни А немевшей рукой Я впишу тебя В интерьер Ласковая песня А можно еще Размажу по стенке Вдавлю В асфальт Тоже хорошо О как мне Дорогие любые Твои сухие Розовые губы Сухие губы Это сильно Друзья мои Это просто Мумия В макияже Какая-то Я так Тебя любил Что стены Падали От твоего Дыхания В темноте Это как Вообще Спеть можно Я еле Произношу Это Молодые люди Это я для вас Говорю Вам же нравится Это много Я понимаю Что на дискотеке Можно нижней чакрой Работать под это Но верхней Это невозможно Невозможно Во-первых Представить себе Как-то Как не хватает Фантазии Будет лентой Пулеметной Красоваться Поцелуй Пулеметная Лента Зубы Зубы Уголовника Вывитые Синекая Улыбка Полоснет Зарею По лицу Просто Садюги Какие-то А Я расскажу Как наших Мальчиков Сделали На пальчика Глюкоза 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 Знаете Как расшифровывается Коза с глюками Да А это шедевр Друзья Это шедевр Дай бог Мне только правильно Произнести Пусть уходит Грусть И я к тебе Припрусь Это в стране Где была Цветаева Мандельштам А это продолжение Есть И когда я Припрусь Праздник Будет Пусть Вот почему Я говорю Про образование Почему я Столько Внимания Этому Деляю Потому что От наркотиков Молодых Людей Могут Спасти Только Интересы Никакие Вот эти Показушные Компании Их не Спасут Рок Против Наркотиков Вы Вдумайтесь Это Все равно Что Карлсон Против Варенья Это Это То же Самое Что Украинцы Против Сала Бен Ладен Против Гексогена А как вам Нравится Название Дуэта Попсового Дуэта Три Поросенка Дуэт Хорошо Они учились В школе По арифметике Это мне Напоминает Песню Со словами В небе Три звезды В небе Три звезды Это я И ты Кого За две Звезды Посчитал Непонятно Клянусь Если бы я был Президентом Ну Не дай бог Но Я бы в первую очередь Вернул советскую систему образования Правда Правда Это конечно Очень сложно Это все равно Что выдавленную пасту Из тюбика Обратно Загонять Но Время есть Я бы армией не занимался Даже Нам такая армия Не нужна Лучше бы деньги Перебросить на образование У нас хоть образованная армия Была бы со временем И у нас есть время на это Потому что на нас Никто не забирается Нападать сейчас Никто А если нападут Ребят Заходите Нам только Первой зимы Дождаться Уйдете Как миленькие Объяснить это нашим министрам Невозможно Это все равно Вот объяснять Что западная реформа Образования для России Западня Это все равно Что пытаться Привлечь дебила К вышиванию крестиком На пяльцах Это все равно Что заставить Слушать Моцарта Глухого Поэтому я и говорю Об этом Потому что Ну хотя бы Чтоб смехом Решалась проблема Я понимаю Они говорят Все будет красиво звучать Ну я понимаю Деньги выделены На реформу Откаты Заряжены А при этом Говорят Будут все Магистрами Бакалаврами Да В результате реформы Все будут Магистрами Бакалаврами Но с мозгами Покемонов Потому что Эти магистры Западные Бакалавры На западе Они Вот сейчас Вы сами догадаетесь Я даже Не произнесу До конца фразу Большая часть Молодежи На западе Несмотря на то Что они магистры Бакалавры Они думают Что Рафаэль И Микеланджело Это Терепашки Ниндзя Ползала Знает это Они уверены Что Бетховен Это собака В Латвии Где уже давно Западнизация Произошла Образование На западный Манер идет И Молодой Парень В книжном магазине Продает книги Пришел интеллигентный Латыш А я немножко Понимаю по-латышски Слышу Этот интеллигентный Получивший образование В Советском Союзе Спрашивает у того Трое в лодке Не считая собаки Джером Клавка Джером Есть А этот ему Отвечает молодой У нас по собаководству Ничего нет Почему я говорю Столько об Америке И говорил столько А потому что Я не хочу Чтобы мы Тоже вот Поросли таким Душевным салом Я вообще не хотел Больше говорить Про Америку Я хотел выкинуть Эту тему Но произошло то Чего я сам не ожидал Наши люди Подходят ко мне На улицах Подходят в магазинах В самолетах Говорят Я вам про Америку Сейчас такое расскажу И рассказывают Такое Что Пересказывать Невозможно Я горжусь тем Что благодаря мне Про Чукчи Стало меньше Анекдотов Появляться Чукчи говорят Берегите американцев Если с ними Что-то научиться Снова про нас Начнут сочинять Просто какая-то Игра затеялась Мне имейлы приходят Доставляют Мне просто удовольствие Я не могу Не пересказывать То что мне Рассказывают люди Или то что мне Приходят по имейлу Девушка Учится в Нью-Йорке В американском институте Она из Карелии Когда американцы Студенты Узнают что Она из Карелии Они ей говорят А ты на кореянку Не похожа Еще одна девушка Рассказывает Из Одессы Я им говорю Американцам Я из Одессы Они говорят О знаем Кремль Красная площадь Парень Учится в Балтиморе Прислал мне имейл Меня достали Американские студенты Вопросом Можно ли до России От Балтимора Доехать на машине Я уже говорю Что можно Тогда они спрашивают Сколько времени На это уходит Мне рассказывали Инструкторы По горнолыжному спорту В Австрии В Альпах Что когда звонят Американцы Спрашивают У вас снег есть в Альпах Те говорят Да Хорошая холодная погода Приезжайте Американцы После паузы Часто задают вопрос А как же у вас Кенгуру В это время Австрия Они Швецию Со Швейцарией путают Это уже замечено Вообще В мире А моя знакомая пара Учится в Лос-Анджелесе Однажды они пошли На ужин с американской парой И те их спросили Скажите Россия больше Чем Лос-Анджелес Наши говорят С гордостью Конечно А те подумали И переспросили А есть ли Лос-Анджелес С пригородами взять Ну наши говорят Ну это уже Где-то Примерно одинаково Потому что наши Уже не могут Всерьез отвечать На этот вопрос Мне прислал имейл Бывший наш профессор Из Новосибирска Новосибирск Это город Ученых Советских Это удивительно Высокий С точки зрения Образования Город И вот ученый Один из наших Уехал в Денвер Работать в компьютерный центр И он мне пишет имейл Я не верил в то Что вы рассказываете Я думал вы прикалываетесь Но проведя здесь два года Среди американской профессуры Я тоже не выдержал И решил приколоться И он мне Значит описывает Что далее произошло Я спросил у одного Своего коллеги Американского профессора Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2 Вот вы хихикаете А между прочим С гордостью говорю Выступая в разных странах Я заметил Что только В русских залах Есть некоторые люди Которые знают Правильный ответ На этот вопрос Потому что они получили Образование достаточно Мощное И знают Что сначала Производится умножение По правилам То есть ответ 6 Американский профессор Естественно ответил 8 Наш сказал 6 Американец сказал 8 Но он же главный На земле Он же американец Наш сказал 6 Тот говорит 8 6 8 6 Спорят два профессора Очень интеллектуальный спор Американец не выдержал Первым Говорит Давай проверим На калькуляторе Завел в калькулятор По своему И получил ответ 8 Говорит Видел 8 А нашего Просто так не возьмешь Русские люди Они удивительно Сообразительны Во всем мире Считают Что нас на помойке Пальцем делали Нет Друзья мои Если бы нашу Сообразительность Направить По правильному Вектору Вы бы все За углом Милостыни У нас просили И нас спрашивают Очень находчиво Ты на калькуляторе Проверял А что правильнее Дает ответ Калькулятор И компьютер Ну У американцев Есть две святых вещи Это компьютер И психоаналитик В конце этой истории Американцу потребовалось И то и другое Потому что Завели в компьютер Компьютер-то Знает Правила И выдает ответ Шесть У американца У американца Друзья мои У американца Произошла Протеря мировоззрения У него были Такие удивленные глаза Как будто там Сверху Поменяли Таблицу умножения А их Не предупредили А они Главные На земле Гениальную историю Мне рассказали Узбеки Вдумайтесь В следующую фразу Как они, узбеки, смеялись над американцами Узбеки получили образование В советское время И поэтому они с ироничным мышлением И когда В узбекскую компанию Достаточно богатых людей Финансистов Должен был прийти Американский посол В Узбекистане Со свитой Один из узбеков Подготовил Шуточный тост Он думал Что американцы Будут смеяться Сейчас Рассказываю тост Обращали ли вы Внимание Господа На один факт Исторический Что Колумб Открыл Америку А Америка Была названа Не его именем А причина Вот в чем Еще за 200 лет До Колумба Америку завоевал Наш узбекский Эмир Он очень подружился С индейцами И когда он уплывал Индейцы провожали его Со слезами на глазах Но он им не сказал Как их звать И они кричали Ему туда на корму На корабль Как тебя звать Чтобы мы за тебя молились А он им кричал С кормы Меня звать Ибн Саид Декефир Абдурашлеп Абдурахман И так далее Ну в общем Вся песня с припевом А индейцы Да что мы не запомним Мы индейцы Мы же у нас головки маленькие Ты покороче А есть такой В Средней Азии слово Ака Ака это очень уважающее Уважительное слово По отношению К тому кому обращается Это старший господин Это брат Ака И тот ему кричал Зовите меня Кричал он с кормы Амир Ака И они кричали Амир Ака Амир Ака Это вы смеетесь Так появилось Слово Америка Это вы смеялись И узбеки смеялись Тоже в этой кампании Не смеялись Только американцы Американский посол Неделю Рылся в справочниках Аплодисменты Потому что у нас Гораздо больше Именно живых людей Мне один инженер Наш Который работает в Америке Переезжает из штата в штат Написал Потрясающий имейл Я хочу чтобы он вызвал у вас чувство гордости Я вообще разделяю Понятие родины и государства Вот я считаю Я живу в лучшей в мире родине Но в чудовищном государстве Когда я за границей Я скучаю по родине А возвращаюсь Я в ужасе от государства И мне этот человек Молодой написал Я путешествую по штатам Вы знаете что я понял За несколько лет работы в Америке Штатов много А Россия одна И одна американка Учительница в американской школе Мне рассказала случай Который должен вас просто вызвать гордость За наших детей За их соображалку Она мне первое что сказала Что если хоть один русский ребенок Или еврейский Есть в американской школе То американцы Дети местные Просто дауны По сравнению с этими Я говорю Ну это действительно так У вас и города называются даунтауны И Она шутки не поняла Ну не имеет значения Я сам посмеялся И был доволен К процессу Но то что она мне рассказала То меня восхитило Я даже не смеялся Задала задачку На уровне нашей начальной школы Классу задала Скажите сколько можно собрать Трехколесных детских велосипедов Если на складе 123 маленьких колеса А 62 больших колеса И все что-то посчитали Знаете что наша ответила Ни одного Она поставила в тупик Даже учительницу Та начала возмущаться Почему? Готова испытать чувство гордости Она же ответила Потому что Одних колес Недостаточно Чтобы собрать Велосипеды Я могу о них все Говорить Потому что У меня все равно Лишили визы Они перевели Мое выступление Я не знаю Как они это сделали Это довольно сложный процесс Но Я еще говорил про Буша Ну как можно перевести Например фразу Что после 11 сентября Буш ведет себя Как авторитет Опущенный на зоне Вот Ой А что он несет? Недавно Буш сказал Я горжусь тем Что мы великие Но несмотря на все Наше величие Мы не должны хвастаться Величием своим Но одну фразу Я слышал сам Я у меня Укатайка началась У телевизора Я гомерической слюной Забрызгал экран Причем он сказал С гордостью За свой народ И ему с гордостью Аплодировали Простые Общечеловеки Американские А сказал он Только мы Великий американский народ Могли послать Луноход на Марс Я не над ними смеюсь А над тем Что мы Этому Еще подражаемся Они могут жить Как они хотят Но когда мне присылают Книгу рекорда Гиннесса Я боюсь Что мы тоже Начнем этим заниматься Вы читали Когда-нибудь Книгу рекорда Гиннесса Особенно Что творят американцы Сейчас Сейчас Вот например Один из американцев Установил рекорд Найду его Вот Скажите У нас кто-нибудь Будет этим заниматься Самая громкая Отрыжка Ха-ха Ха-ха 120 децибелов Я не знаю Что он поел Перед соревнованием Но Но это равносильно тому Что вы слушаете Рок-концерт На первом ряду В зале Тоже громко А представляете Вот Это вы смеетесь А там никто не смеется Его уважают За эту отрыжку Он говорит Молодец Слушай Ты добился Таких Комиссия Приезжала Он тренировался Всерьез занимался этим Почему Из-за бабок Все из-за бабок 100 тысяч долларов За рекорд Гиннесса И все Он готов Есть гадость Рыгать Как вам нравится Еще один рекорд В книге Гиннесса Женщина Начала чихать 13 февраля Закончила чихать 24 марта И комиссия Все это время Считала тихие Ее тоже уважают Она в компанию Приходит Говорят Слышь Ну покажи Как ты это Вот Тихо И она чихает А как вам нравится Разжеванной жвачкой Выдул шар 30 сантиметров Диаметром Казалось бы нормально Дальше Ноздряй Только американцы Могут всерьез Этим заниматься Я понимаю Я вижу Некоторые спрашивают Как это возможно У меня тоже возник Такой вопрос Техника этого дела Объяснена В скобках Он разжевал жвачку Засунул в ноздрю А жена Через рот Надувала Его Должен сказать Довольно противно Даже за 100 тысяч долларов Но у них вообще С ноздрями Что-то связано У американцев Как вам нравится рекорд Который Сформулирован так Самый дальний Полет зефира Из ноздри 4 метра 40 сантиметров С попаданием В рот Партнера Я ничего Не придумываю Вы можете Это все Увидеть В книге Рекордов Гиннеса А это Меня восхитил Рекорд Сначала Я думал С разбега Он плюнул Или нет На 9 метров 69 сантиметров Довольно далековато А дальше Читаю Не верю Своим глазам Мертвым Сверчком Я по своему Наивнику Думал Что это способ Плевания Такой Знаете Как есть Плавание Батерфляем Крухолем Сверчком Не знаю Штопором Плюнул Сверчком Нет Сверчок Сдох Он взял Его в рот За бабки И плюнул Все Его уважают Теперь в американском Обще Говорят Слышь У тебя хорошее Будущее Ты еще Ты еще Давленным Червячком Можешь Плюнуть Хвостиком Скунса Очень хорошо Может Получиться Конечно Среди американцев Есть очень Интеллигентные люди Не надо думать Что они все Такие Есть люди Удивительно Образованные И я знаю Таких американцев Знаете Как они заботятся О ветеранах Никогда бы Вот этой реформы Не случилась В Америке Которая Происошла В России И никогда Бо они Не сформулировали Как наши Депутаты Дебилы Иностранцы Ну это Без слез Слушать невозможно Ну например Такое торжество Юридического Абсурда В Нью-Йорке Запрещается Охотиться За кроликами Из трамвая А так хочется Хлебом не кормить Дай из трамвая Стрельнуть Кролика Ты кроликов Завези туда И все В штате Айдахо Запрещается Рыбачить Сидя на верблюде Тоже очень Хотелось А В Алабаме Штраф Или три дня Ареста Если вы Привязываете Аллигатора К пожарному Гидранту Это настоящие законы Я ничего не придумал Знаете как они появляются Почему вот Почему это все появляется Потому что Страховые компании Лоббируют законы Ну например На Аляске есть закон Запрещающий Будить медведя Зимой Чтобы его Сфотографировать Вы же понимаете Почему Потому что Медведи очень не любят Этого Нет фотоаппарата Нет фотографа Ничего не остается В принципе А страховые компании Должны выплатить деньги Они хотят И вот такой Закон проводят В Чикаго Пожарным Запрещается выносить Из пожара Женщину Если она раздета Вот так Пожар Одевайся Давай Одевайся А понимаете почему Потому что Он прикоснется К обнаженному телу И она подаст Суть на него То есть С благотворителя бабок Срубить немножко Синдром Моники Левински У них нет Слова порядочность У них есть Слово законопослушания То что По закону То и есть Порядочность В Чикаго Между прочим Запрещено Взрывать Ядерные устройства В черте города Чухаха Штраф 500 долларов Вот только вопрос С кого В Лос-Анджелесе Запрещается Бить жену Внимательно слушайте Бить жену Ремнем Ремнем Шире Двух Дюймов Вот точно Измерили Два дюйма Все Полтора Нормально Отключи ее По полной Программе Шире Чем Два дюйма Я еще Не договорил Без Предварительного Согласия Письменного Жены Дальше Арканзас Река Не имеет Права По закону Подниматься Во время Паводка Выше Моста Арест Наверное Я не знаю Может Штраф На реку Накладывают А в зале Очень много Я понимаю Технически Грамотных Людей Сейчас Получите Истинное Удовольствие В Индиане По закону Число Пи Равно Четырем Они не могут На 3.14 умножать Это сложно Логарифмические Линейки Они не знают Что это такое Что такое Готовальня Они не знают Поэтому им на 4 Это нормально На калькуляторе За первенство В этом торжестве Юридического Абсурда Борются Три штата Техас Алабама И Калифорния Техас Это родина Буша Там даже Появилась теперь Поговорка Ты придурок Или из Техаса Ну это и то и другое В принципе Он наглядное пособие По этой поговорке Ну там есть Например Закон в Техасе Написано так Запрещаются браки Между лицами одного пола Казалось бы Нормально Но приписку Видимо писал сам Буш Это может привести К рождению Неполноценных детей В штате Алабама Есть закон Который начинается Со следующих слов Собакам Запрещается Собакам А там все собаки Грамотные Я вам сразу говорю Да Они очень грамотные Они читают закон Так вот Собакам запрещается Спариваться Ближе чем 300 метров К церкви А не мало того Что грамотные собаки Они же еще С рулетками ходят И Прочитали закон Кошки тоже читают Нас в Паркинсоне Испанцы Зарегистрированный разговор Между испанцами И американцами На чистоте Экстремальные ситуации В море Испанцы Говорит А853 Пожалуйста Поверните на 15 градусов На юг В избежание Столкновения с нами Вы движетесь Прямо на нас Расстояние всего 25 морских миль Американцы С вами говорит Капитан корабля Соединенных Штатов Америки Мы советуем Вам повернуть На 15 градусов В избежание Столкновений с нами Испанцы Мы считаем Ваше предложение Невозможным Неадекватным Советуем вам Повернуть на 15 градусов На юг Чтобы не врезаться в нас Я не могу дальше читать Американцы Уже другой голос На повыженных тонах С вами говорит Ричард Джеймс Ховард Командующий Авианосца Линкольн Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки Второго по величине Военного корабля Американского флота Нас сопровождают Два крейсера Шесть истребителей Четыре подводные лодки И многочисленные корабли поддержки Я не советую Я приказываю вам Изменить курс На 15 градусов на север В противном случае Мы будем вынуждены Принять необходимые меры Для обеспечения безопасности Нашего корабля Уберитесь С нашего курса Испанцы Готовы? Испанцы С вами говорит Хуан Мануэль Салес Алканара Нас два человека Нас сопровождают Пес Ужин Две бутылки пива Нас поддерживает Одна канарейка Которая сейчас спит Я не могу продолжать Мы не собираемся никуда сворачивать Учитывая, что мы находимся на суше И являемся маяком Испанцы Испанцы Молодцы Дальше Испанцы Замечательные ребята Мы не имеем Ни малейшего понятия Какое место По величине Мы занимаем Среди Испанских Маяков Вы можете Принять Все свои Факинговые Меры Для вашей безопасности Но если вы не свернете Ваш факинговый Линкольн Разобьется Наши скалы Друзья Понимаете Американцы Во всем мире Главные А их президент Главнюк Я в нескольких Телевизионных передачах Говорил об одной легенде Рассказывал И я буду говорить И рассказывать о ней Все время Пока люди Это не усвоят Есть древняя легенда Этой легенде Пять тысяч лет До нашей эры Она была По-моему Сочинена Ведическая Это В ведах Записана Земля живое Существо И сегодня Когда многие удивляются Почему случилось с ценами Да потому что Земля живая А мы живем После нас Хоть потоп А материки Играют роль органов И части материков А почему Случилось в Азии В то время как Агрессивно Ведет себя Америка Да потому что Заболевает горло Когда промачивают ноги Потому что Земля живая А это все органы И вот та часть Земли Которая находится Под Россией В этой легенде Древнейшей Хотя не было В России Обозначена Можно посмотреть Казал Видимо Видимо совсем Не понимает Где геморрой Находится Казалось бы Абсурд Да Россия Мозг земли Я беру на себя То что не должен был Брать Я же сатирик Ко мне прилепили Такой ярлык Сатирик Должны были бы Об этом говорить Журналисты Но я не считаю себя Сатириками Я считаю себя Журналистом Я очень люблю Когда с моего концерта Уходят зрители С неким чувством Восстановленной гордости За себя У нас действительно Удивительно Соображающий народ С пытливым мозгом И дети С пытливым мозгом Я по себе знаю Меня с детства Интересовал вопрос Зачем камикадзе каски Вот Ни одного американца Не будет Американского ребенка Этот вопрос интересовать И до сих пор Меня интересует Откуда у краба в палочке У нас людей Интересует то Что Вот Не интересует В других странах людей Мне в Петербурге Приходит вопрос В записке Михаил Николаевич Идет реклама Растворителя Растворяет все А в чем Его хранят Только нашим На ум Это может Прийти вопрос Еще одна записка Гневная Даже по записке Чувствуется Михаил Николаевич Вот вы все знаете Или делаете вид Я не знаю Но объясните Почему бульоны И кубики Называются кубиками Это же Параллели Пепеды А в перерыве Я потрясающие записки Получаю порой Из зала Что вы делали Во время перерыва Какое твое Собачье дело Это пытливость Ума Друзья мои У нас Соображалка Удивительная Как будто Вот какая-то Вибрация Под землей Резонирует С соображалкой Нашего мозга Просто мы соображаем Вообще Беспредметно Без всякой пользы Для дела Женщины в деревнях Чайники Очищают от накипи Спрайтом Пробовали эйфанты Растворяется спираль Эти покупают На западе Специальные аппаратики Чтобы Вот эти скатанные Такие катыши Некрасивое слово С шерстяных вещей Снимать И что-то там делают Наши Скотчем Все Мужики придумали Как продлевать Жизнь батареек В электронных Настенных часах Это только наши Могли придумать Нобелевскую премию Не за Виагру А вот за что Надо было давать Продлевают жизнь Батареек электронных Знаете как Отрезают Секундную стрелку Гениально Эти какие-то Покупают аппараты Чтоб волосы С ног удалять В русских деревнях Женщины Поджигают волосы Все Вообще не растет Потом Всю оставшуюся жизнь Японские машины Приходят С датчиками На алкоголь В них нельзя Пьяным садиться Вы понимаете Что это не для русских Мужиков Только наши Сообразили Набирают Перед тем Как сесть После ресторана В машину Пьяные волосы Совершенно Но Все равно Соображают Набирают воздуха В грудь Успевают Сесть за руль Не дыша Завязать Позеленовый Пакетик На этот датчик Японцы Уже поняли Что никто Как русские Не соображают Потому что Наши приезжают На их машинах А денег У них нет Если колесо Там что-то случилось Там лопнуло колесо У наших нет денег Вызывать помощь Из автосервиса Они сами ремонтируют Японцы Никогда такого Не видели А некоторые Еще не просто Ремонтируют У некоторых Насоса нет Они идут в магазин Покупают уксус И соду Засыпают соду Заливают уксус Вынимая ниппель Колесо набухает Как будто Это дрожжей Поел И сел на отопление Один Хохочет Видимо пробовал Я только не знаю Он колесо пробовал Или дрожжей поесть И Один японец Наших пригласил Работать в Японию В свой научно-исследовательский институт Потому что Он был поражен Мне женщина Она рассказала Про соображалку Своего мужа Он алкоголик Я ему Говорит Не даю выпить А самогонку сварим И я ее Закапываю в огороде Он Все бутылки Находит А знаете Как он Собросил Он Пробки Предварительно Мазал Валерианкой Весь зал Понимает О чем Речь идет А И что Вот сказал бы я На Западе Они мне Отреагировали А у нас все знают И кота надо пустить В огород Все Где кот сядет Там самогонка Запад уже начал Скупать Российских ученых Мне Задали вопрос Во французской гостинице Администраторы Этой гостиницы Вы знаете Я испытал гордость За чизну Они меня спросили Вы писатель Я говорю Да Ну мы вас не знаем Я говорю Это понятно А в чем дело Ну наверное Раз вы писатель Вы знаете Психологию русского народа Ну чуть-чуть Объясните нам Почему посетители Всех национальностей Когда случается Что-то со сливным бачком Вызывают сантехника Кроме русских Только русские Снимают сами Крышку сливного бачка Че-то копошаться Рукой там И сливной бачок Начинает работать Вы можете нам Объяснить Откуда Вопрос был задан Так что я действительно Был горд за нас Откуда все русские Знают устройство Сливного бачка Я не опозорил Отчизны Я с гордостью ответил У нас в школе Такой предмет Преподают Сливного Такой Скабрезный случай В публичном доме В Польше Случилось Ну такое Недоразумение Трубу прорвало А это припортовой Публичный дом Не надо смотреть на меня Я не был свидетелем Не надо Это мне ребята Рассказали Все моряки Всех национальностей Сразу сбежали Не заплатив Естественно Остались только наши А потому что наши Знают что делать надо Они вообще Меня себя сейчас Мужиками Показать могут Они собрали Девиц В секшоповском Белье В этом Кому раздали Тряпку Кому швабру Кому Которого не было Года три Уже там Хозяин публичного Дома Приехал Повесил Портреты наших На доску Почета Разрешил Всю ночь Бесплатно И дал абонемент На месяц Это не все Хозяин публичного Дома был евреем Поэтому заранее Позвонил в порт Узнал что наши Уходят на утро Поэтому и дал Этот абонемент Они же думают Что они лучше всех Соображают Но не лучше русских Наши ребята На утро Что-то подкрутили В своем корабле И встали На месяц На ремонт А сейчас Я просто требую Испытать чувство Гордости за нас Два немца Ехали на газике По Подмосковью Водитель Нет Не в этом месте Я скажу где Водитель Василий Я всех кто хорошо соображает Называю Василиями Ну газик вспыхнул Взбрыхнул Пар пошел Остановился Крякнув В последний раз А это военный козел Вот этот И немцы говорят Надо вызвать Помощь из автосервиса Конечно Ну а как У нас все Подмосковье В автосервисах Военных козлов Это понятно Василий говорит Я лучше сам схожу Говорит он Говорит я пошел Куда? В автосервис Все Через полчаса Или через час Вернулся из близлежащей деревни Василий С консервной банкой Что он сделал Что он сделал с колготками Он их повязал Вместо ремня генератора Немцы смотрели на этот процесс Как на ремонт шаттла во дворе Вот сейчас требую Испытать чувство гордости За отчизну Но когда Газик поехал Готовы? Готовы? Один немец Другому грустно сказал Наверное поэтому Мы проиграли В войну И вот у меня вопрос С пытливостью моего И вашего мозга Как умудряемся мы Будучи поодиночке Мичуринами Эйнштейнами Кулибинами Все вместе Составлять одно Большое недоразумение У меня есть своя Философия Своя теория Она появилась Когда я случайно Внимательно посмотрел На наш герб По-моему в нем Сакральный смысл Есть нашей Национальной идеи Идеи российской У него две головы Орла Две А короны три Свои башки-то Нет Посреди Корона пустая А две головы Смотрят Одна на Азию Вторая на Европу Как бы говорит Возьмите лучшее Не с Европы А из Азии Из Европы Мудрость азиатскую Быть европейский И у вас появится Своя башка Не надо прорубать Все время В Европу окно Прорубите Там подглядывайте Там Музор выбрасывайте Но не дышите У вас большая часть Страны Азия Вы должны Больше на Азию Смотреть Вы не Евразия Вы азиопа И когда вы Научитесь тому Что умеют в Азии И в Европе Эти оба орла Еще языки будут Показывать Каждый в свою сторону У нас энергия У нас энергия У нас сбилась программа У нас энергия Такая Которой Которой нет У других Потому что у нас Энергия Азии И Европы Одновременно Но у этой энергии Нет вектора Она скалярная величина А эта энергия Распирает нас Только наши Могут в бане Вот Париться В 120 градусов Водяры принять Ну надо куда-то Деть энергию Веник С колючей проволокой Чтобы был Чтобы пробрало Тебя наконец А ребята Тут на берегу Амура Парились Им и этого не хватило Они говорят Давай мы будем Из парилки В крапиву нырять Из разбега В крапиву Значит Обожгло лицо Всем Говорят А давай ведра Надевать будем И будем в ведрах Ну это где в мире Люди в ведрах Из бани В крапиву ныряют Один Об камень ударился Ведро погнуло Снять не могут Цепляется за уши Его в больницу Голым В ведре А врач пишет Еще В истории болезни Голова в инородном теле Это все Из-за того Что сумасшедшая энергия Вектора нет Переезжаю по Сибири В поезде В каком-то Спрашиваю у проводницы Почему разбито окно В купе Она говорит Мужики поспорили Кто сильнее головой Ударит об окно Зачем Вы можете сказать Только у русских людей В маршрутных такси Пишут В маршрутках Просьба по салону Не бегать Это какую надо энергетику Чтобы бегать По салону Только русские люди Стучат в дверь Сразу входят Сразу Они не спрашивают Можно войти или нет Они не могут У них не хватает времени У них энергия Впереди мысли бежит Я своему помощнику говорю Почему вы входите И не спрашиваете Можно войти Теперь он стучит Входит Потом спрашивает Можно войти Японцы провели эксперимент Могут находиться 100 человек 6 часов На расстоянии 40 сантиметров Друг от друга И оставаться спокойными С русскими Поставили эксперимент На расстоянии метра Три человека Два часа Не могут находиться Обязательно Передерутся Такой энергетики Как у русского народа Вообще нет Ни у кого Мне доводилось Встречать Новый год За границей Во Франции даже Французы не встречают Новый год Как наши У них энергетика Истощается На празднование Рождества Слабаки А наши И их Рождество И наше Рождество И Хэллоуин И Пейсах По новому стилю И Пурим По старому стилю И Хэллоуин Хэллоуин Кстати Старинный русский праздник Чтоб вы знали Это американцы ошибаются Просто он назывался Похмелоуин А почему тыквы Тыквы болели на утро Очень болели И глаза горели За святой водой Пошли с Леоном Измайловым В крещение Вот эта очередь О которой я уже говорил И вдруг выходит батюшка И говорит Узнав нас И понимая Что нам как-то Мы не поймем Как вот встать в очередь Люди будут приставать Фотографироваться Он батюшка нам говорит Поглаживая бороду Пойдемте Я вам дам святой воды С черного хода И дальше Гениальную фразу А то русский народ В желании снискать Благодать Растопчет любого В Загорске Дети играют В новую игралку Перебегают дорогу Кто ближе перебежит К едущему автомобилю Но это поскольку Загорск Святое место Перед этим крестятся И говорят Спаси меня Господи И туда Народ Которым снесло башню Лежащие полицейские На улице Видели когда-нибудь У нас стали появляться Во всем мире Перед ними тормозят Только русские Разгоняются Чтобы оторваться Всеми четырьмя колесами И кричат Ваааа Вам смешно Я ехал за грузовичком Открытый кузов грузовичка Под Сочи А в кузове Была свинья Ха-ха Я никогда Не забуду Глаза этой свиньи Корешата разогнались она так вот в наивысшей точке полета я запомнил ее глаза а ей же хочется кого-то вы а я один перед ней она смотрит на меня с таким предощущением незапланированной смерти совершенно даже я подскатил на этом на этом лежащим полицейским у нас логика сбилась в силу того что энергетика сумасшедшая вектора нет башку снесло и нам совершенно все равно кто у нас правительстве согласитесь вот эту бы энергию по вектору пустить но энергия большая вектора нет закоротила живем в коротком замыкании собственного разума логика нарушилась русские люди даже не отвечать на вопросы народ который не может ответить на вопросы мы все равно кто его возглавлять будет спрашиваю человека какая сегодня погода он говорит я вчера брал зонтика дождя не было я тебя не спрашивал понимать какая была вчера погода те совершенно все равно за кого голосовать совершенно не имеет никакого значения вулкан этно на сицилии спускаюсь вулкана к воде к выбережью идет наш человек навстречу меня нашего сразу видно за границей вообще если вот если женщины ходят на каблуках на пляже это наши вот так уточками перевалить мужики катаются в галстуках в горах на лыжах если мужики ходят по улице за границей смотрят на витрину это наши они смотрят не на то что в витрине а вот животы у них вот как нормально еще можно выбить или нет а женщин видно потому что наши женщины они они на дороге на светофорах мучаются всегда они успеют они перебежать на зеленый или нет и обязательно дождутся красного и бегут в этот момент приводя в замешательство всю округу а этого я узнал потому что он шел в сандалях на носки такие сморщенные носки такие затылки шарпея он идет в гору в гору идет я с горы значит он меня спрашивает я правильно иду к морю этот народ не может жить хорошо пока башку свою не восстановит город ухта самолет заходит человек у стюардессы в самолете спрашивают куда самолет летит слышать а тайм говорит успокойтесь успокойтесь я сейчас пойду к летчику узнаю и скажу вам обязательно народ со сбившейся программой только у нас продаются торты коробку старт с тортом видели когда-нибудь снизу на коробке написано не переворачивать а во владивостоке все ездят на машинах с правым рулем вот сбилась программа невозможно есть по правостороннему движению с правосторонним рулем я ехал из хабаровска на такой машине во владивосток меня везли я думал я посплю 8 часов час я ехал рядом с водителем вот с этим по скоростной магистрали он меня спрашивал можно погнать нет нет нельзя потом говорю я поесть хочу он говорит вот кафе останавливать выходите куда это скоростная магистраль государство со сбившейся программой я в россии не могу официантам объяснить что мне салат без майонеза принести невозможно они не понимают в хабаровске говорю запиши без майонеза он где зачем записать я запомню запиши зачем чтобы при разборках было на что опереться записал записал что записал из майонеза принес майонезом почему с майонезом готов быть с майонезом вкуснее я не просил тебя вкуснее это по всей стране вот это творится моя знакомая поехала в ярославль первый раз из риги выехала в россию была поражена нашим сервисом мало того что ей сказали супермаркет там вперед она прошла три раза супермаркет потому что это был киоск собачья будка супермаркет продавщицы и что-то дала там из продуктов и она как в риге принято сказала спасибо вам большое значит ответил продавщица ты мне поговори еще на рынке спрашиваю это кассета лицензионная продавец практически да во владивостоке дайте минеральную воду продавщица говорит вам из холодильника из холодильника она дает мне теплая грю почему теплая холодильник не работает она знает да но американец меня порадовал он хорошо знает русский и женился на русской девушке и говорит знаешь она мне очень нравится она такая чувственная в гостях просто ну прелесть но проблема дома я не понимаю ответов на ее вопрос ну потому что она с душой а он отформатированный я говорю а например на какой вопрос ты не понимаешь ответа уже понимая что сейчас я получу материал он говорит ну даже на простой хочешь чаю или нет знаете что наш отвечает да нет наверное классно да да нет и наверное одновременно это для его компьютерной программы все у него летит все вирус попал у служеницына есть удивительное выражение мне так оно нравится в россии сохранились спасительные задатки я считаю он прав вот есть все равно в наших людях именно то что назвал словосочетание спасительные задатки только у нас еще сохранились молодые люди которые пишут стихи от души и для души не для денег у нас еще есть молодые люди которые соблазняют девушку пересказывают ей стихи цветаевой и мандельштама своими словами а если что забыли то да сочиняю у нас в ресторане влюбленные не платят каждый за себя их стыдоба разберет у нас не составляют брачные контракты девушка принимает подарки цветы от молодого человека не считая себя обязанной ему юридически мы еще не узаконили чувственную жизнь бытия наши студенты в общежитии не сдают друг другу в аренду кастрюли только на русском языке в мире существует квн только на русском языке это значит только у нас такое количество веселых остроумных молодых людей и один находчивый мысляков только у нас молодой человек может привести девушку поздно вечером домой и начать ей со всей страстью пересказывать учебник термодинамики и только он голосует аплодисментами за и только наша девушка может влюбиться в него после его пылкого монолога о тепловой смерти вселенной у нас еще есть есть девушки которых возбуждает извините за откровенное слово возбуждает мужской орган из двух букв ум что задумались все задумались потому что совестью россии совестью россии всегда были не цари и не министры а пушкин толстой чехов достоевский у нас до сих пор ставятся памятники не политикам описателям поэтому режиссерам ярославле памятник волкову актеру известному и вот были молодые ребята из риги в ярославле они говорят но но этого на западе у нас не может быть чтобы студенты театрального училища памятник в масленицу облепили блинами это никто в мире этого не сделает только у нас на день рождения дарят книги только у нас есть книжный магазин на тверской это в мире нет книжный работает до часу ночи податые мужики между рестораном и казино они смотрят чтобы почитать сейчас им когда у нас родители не берут с детей арендную плату за то что те в их доме живут после 16 лет потому что у нас дети они наследники только у нас родители заботятся о детях пока тени уйдут на пенсию а то и после этого да если кому-то из вас придет неожиданно гость вы не будете его держать в прихожей выясняя почему он пришел без приглашения только наши женщины к приходу гостей пекут пироги и только у наших женщин получаются кулинарные шедевры из того что заболелась в холодильнике и только наши накормят гостя до отвала не спрашивая хочет ли он есть только у нас еще есть люди которые не получая зарплаты ходят на работу и получать удовольствие от общения только наши учителя не получая много месяцев зарплаты еще тащатся от того что ведут бесплатно самодеятельные кружки у нас уникальные учителя только наши учителя химии не имея химических реактивов могут объяснить словами как пахнет выделяемое при смешении реактивов этих веществом и при этом только наши ученики на экзамене могут узнать это вещество по описанному запаху только у нас еще продолжая тему это спасительные задатки наши только у нас еще сохранились врачи которые навещают больных на дому и еще есть врачи которые даже денег не берут с пациентов есть их немного человек 12 но есть они только у нас есть ученые которые не имея компьютеров делают мирового класса открытия под питером ученый домушник изобрел в подвале самогонный аппарат чтобы гнать стронци 98 чистоты причем из-за собрал его из остатков сталинского холодильника пылесоса и трех грелок только наши тащатся от огородов шесть соток яд овощи со своих огородов с удовольствием сами чистят картошку на западе уверены что морковка растет сразу очищены порезанные мелкими кусочками обернутые в целлофаны со штрих-кодом тот же американец увидел как-то горох в стручках в россии сказал какие же русские изобретательные такую упаковку придумали для гороха у наших людей еще сохранились нет форматированные порывы души у нас может остановиться машина по себе знаю около пьяного и водитель скажет садись я тебя до дому довезу и довезет и поднимет тело на восьмой этаж и уладит разногласия женой и выпьет с ней за здоровье того кого принес и пьяным сядет за руль его остановит милиция он скажет мужики я от бабы еду и те скажет езжай это святое дело но следующий раз не попадайся у нас и в милиции милиция не обижайтесь вы так порознь нормальные ребята вот в зале у нас есть даже в милиции особые люди особо чувствующие и совесть ли вы он двое милиционеров остановили на улице ночью пьяного чуть-чуть потрогали ну как водится чтобы не сопротивлялся отобрали отобрали 700 рублей сотовый телефон он так грустно поврел от них они его вдруг окликнули спросили ты далеко живешь будет далеко поймали машину и приказал водителю довести ограбленного до дома напоследок сказали извини так вышло жизнь такая и тот понял у самого такая жизнь только наши люди в день победы 9 мая могли с такой страстью пылом подбрасывать контуженного в войну ветерана что к тому вернулась речь мы не вычисляемо способный народ со сбившейся программой только наш человек может догнать автобус если не на это остановки то на следующий точно в автобусе обокрали женщину кошелек зарплаты небольшая зарплата но она рыдала потом кровью заработаны так рыдала что какой-то мужчина не выдержал и талли 50 рублей в результате весь автобус кинулся и даже кондуктор взял из кассы деньги отдал ей у нас фильмах еще когда герои попадают наши фильмы какие-то ситуации они спасают души души а на западе говорят спасаем весь зал знает наши задницы самое дорогое что у них осталось наши еще умеют смеяться над собой знаете мне в мире приходилось слышать как немцы и французы очевидцы цунами рассказывают про это все бледнеют только русские рассказывают ухахатывая слышь мне палец оторвало смотри и все слушай как смешно получилось но особая надежда на наших российских женщин грабитель ворвался в банк все мужчины сразу подняли руки однако сирша не растерялась и ударила грабителя с сейфом по голове в неаполе вот эти знаете на мотоциклах жулики неапольские они вырывают у женщин сумочки из рук всегда было в нормально пока у русской не попытался вырвать мотоцикл сам поехал этот остался уже она не отпустит 50 долларов от себя никогда да такие спасительные задатки сохранились в нас но программа сбилась две женщины ходят по рынку в турции в 30-ти градусную с лишним жару выбирают дезодорант и одна берет дезодорант кенса говорит подруге надо попробовать прежде чем покупать и вот так в подмышку себе раз говорит понюхай так делать нюхает говорит что-то не очень и я понимаю что не очень да народ со сбившейся программой только наш человек ходит зимой по улице жалуюсь что ему холодно потом заходит в магазин покупает мороженое и идет его есть на улицу только наши люди друг у друга с уж с ужасом увидев друга на улице спрашиваю что с тобой случилось ты так хорошо выглядишь сегодня только у нас звонят дверь домой на вопрос жены кто там отвечает свои только наши женщины доедают в холодильнике все испорченные продукты чтобы они не пропали только наши мужики звонят жене в предпраздничный рабочий день с работы и говорят у нас сегодня короткий рабочий день поэтому я задержусь только наши женщины когда мужья уходят на работу хлопая дверью входной кричат это ты ушел у семейных пар вообще своя логика я разговор слышал как двое ссорились в компании он ее спрашивает ты все сказал она говорит нет что еще мне нечего тебе больше сказать только только наш человек может в 8 утра в переполненном вагоне метро стоя на одной ноге и держа портфель в руке другой рукой разгадывать кроссворк в это время только наши мужики задают вопрос жене сколько тебе надо времени чтобы ты была готова через 15 минут только наши ревнивцы звонят жене домой вечером спрашивают ты дома только наши мужики будят своих жен ночью вопросом ты спишь только наш когда его называют по фамилии переспрашивает кто я дурака включает такого да этому народу все равно кто ими управлять будет только у нас в учреждении на стенде на всеобщее обозрения могут вывесить план внезапных проверок только наших рыбаков каждую весну уносит на одной и той же льдине по одному и тому же маршруту только наши запивают соленые огурцы молоком потом горят что-то магнитные буря что-то шевелится в животе только наш человек может в жигулях в сильнейший дождь ехать без дворников а его жена высунувшись по пояс из пассажирского окна дворником привязанным к палке протирать с его стороны только у нас есть дороги с трехполосным движением где средняя полоса для обоих направлений только у нас если люди ошибаются номером телефона попадает не туда еще права качаю почему трубку снимаете я не вам звоню это не придумано это все в жизни встречал мне звонок вы не знаете кому я звоню игру знаю спасибо большое повесила трубку вся а в киеве в гостиницу звонок и где я попала я и ответил вы можете перезвонить я плохо вижу вас поняла все разговор закончился сочи звонок мне в номер это номер 232 игры да голос обалдеть можно все вы поняли что башню снесло у людей спокойно спокойно только наш человек упаковку от подарка упаковку от подарка может может открывать бережно бережно чтобы ее потом еще кому-нибудь подарить мужики 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 дальше не слушайте страшная фраза только наши мужики ходят к любовнице чтобы выпить женщины довольно только у нас считается что вечеринка удалась если все гости за ночь три раза бегали в магазин сорвали голос дверь надо ремонтировать стекло вставлять удалась более того еще соседи звонили в милицию милиция приходила ей налили и они тоже считают что удалась вечеринка только наши мужики только наши мужики могут на пляже в самый санцепек пьяные и обгоревшие с трусами мокрыми на голове играть в шахматы на щелбаны только наш может обмыть покупку на сумму в четыре раза большую чем стоимость покупки только наш может поспорить на ящик водки что он бросит пить только наш после пол-литра выпитой в 30 градусную жару поет ой мороз мороз только наши футбольные болельщики верят что наша сборная может еще победить за минуту 45 секунд до конца матча даже если счет 6-0 не в нашу пользу но они сейчас возьмутся сейчас тренер найдет сейчас мерят тренера и все будет в порядке только у русских есть выражение красив хоть в гроб клади только от наших я могу слышать фразу мы вчера на джипе так перевернулись ужас но слава богу все были пьяные поэтому никто не пострадал а мне менты рассказали женщина будучи за рулем перевернулась на джипе они спрашивают как вы смогли вам никто не мешал она говорит я пыталась колготки переодеть они говорят это невозможно она говорит раньше получалось только наш перебегая улицу на красный свет может быть сбит встречным перебегающим только наши в туман будучи за рулем в туман будучи за рулем высовываться из окошек автомобилей они они думают лучше видно поэтому вот так двое ехали навстречу друг другу а при мне в туман в гостинице мужик два часа ночи в два часа ночи в туман вышел в трусах на балкон с пылесосом и стал водить пылесосом по туману и кричать уходи туча мне летная погода нужно он уникальный народ только наши не зная ни одного языка за границей могут объяснить руками все что им надо французская стюардесса чуть не заплакала когда наши ей руками объяснял что ему минеральную воду без газа но с лимоном руками да он говорил минерали вассер это по-французски он говорил минерали вассер слышь вот ты поняла чтобы вот но слышь вот с этим вот изобразил поджелудочную железу когда в нее лимон попадает когда я летел в хабарск меня разбудила стюардесса со словами не пожалеете посмотрите как спит пассажир только русский человек может в самолете спать на кресле на животе вы представляете сколько он пива выпил что его выпуклость совпадала с этой впуклостью и вот пока мы так смеемся все таки надежды есть что мы свою башку обретем а то что наши люди умеют смеяться над собой я вам сейчас докажу вот то что я скажу это про всех нас и про меня и про вас только наш человек когда ему надо встать в 6 утра заводит будильник на 5 50 чтобы проснувшись почувствовать кайф что можно еще 10 минут а и обязательно проспит я был в новосибирске а новосибирск знаковый город для россии новосибирск центр россии географический а его центральная площадь это совсем центр россии и вот на самый в самом центре россии на центральной площади центрального города новосибирска плакат крупнейшими буквами 15 лет но какой да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что спасибо все а а а и